Всем привет! Это Лиза Краснова и новогодняя мусорка. Наконец-то! Я решила, что нужно дотащить эти банки из прошлого года в этот год. На самом деле, я просто не могла физически снять это видео в прошлом году, поэтому пришлось мусор хранить до следующего. Слава богу, что я не сильно суеверная, поэтому давайте покажу вам, что за барахло у меня здесь закончилось очень быстро. Первое средство, которое я покупаю не в первый раз, это витамин С. Я очень люблю тот, который с шиповником, действительно классный. Все ссылки на все средства, которые будут, я оставлю внизу в описании. Еще один бат, это Омега-3. Пью его, мне кажется, уже с незапамятных времен. Для того, чтобы усваивались все витамины, которые вы принимаете, обязательно нужно принимать манну, так что как бы с ним тоже мы не расстаемся. Легендарный любимый в Среми, в Среми, легендарный любимый в Семи бренд Glow Recipe. В принципе, я видела только, кажется, у Ленский Бьюти о том, что эти средства вызывают аллергическую реакцию. У меня реально точно так же. После использования этого средства меня сразу усыпят прещание. Я не смогла до конца его доиспользовать, потому что я долго не могла понять, в чем дело. Когда поняла, что это дело в нем, я, к сожалению, его выбрасывала, хотя мне его подарила Диана. И сама она очень любит эти средства. Аромат божественный, средство не подошло. Самый мой любимый тональный крем от бренда Estee Lauder это Double Wear Light. Он шикарный, самый лучший. Тот, что в стеклянной банке просто Double Wear мне не нравится. Nude мне не нравится. И только Light я считаю замечательным. Он идеальный. Вместо тоника я использовала вот такой вот спрей от бренда Amoravitsa. Это Queen of Hungry Mist. Он есть в разных лимитированных дизайнах. У меня вот такой. Не знаю, чем он лучше, чем другие подобные средства. Я его израсходовала и как бы счастлива. Вот тоник, который я очень сильно люблю и показывала его вам не раз. Это тоник от Айзенберг. Он реально классно увлажняет кожу. Называется Lotion Tonic. Шикарное средство. Наношу его просто вот так вот как в спреи, чтобы не расходовать на ватный диск. Штука, которую я максимально не поняла и выбрасываю ее полупустой. Это Rose Cream Cleanser. Средство от Pixi, которое нифига не смывает макияж. Ничего не смывает. Написано, что оно смывает макияж. Но черт возьми, нет. Это вообще бесполезная максимальная вишня. Если вы часто покупаете на Айхерб, обратите внимание на эти вишни. Я показывала видео с любимой едой с Айхерб. Продолжаю их покупать уже года 4, мне кажется. Великолепные. Добавляю их обычно в запеканку. Очень-очень вкусные. Также у них есть такие персики. Тоже классные. В качестве какого-то такого перекуса для малых. Чтобы не давать конфеты и печенья. Вот дайте персик. Максимально бесполезная перчатка Glove. Я ее использовала в одном из видео, где я делала свою рутину и чернюю. Нифига не смывает. Я не понимаю, как люди это средство хвалят. А вот что я хвалю и очень люблю, это сухой шампунь от бренда René Fortere. Замечательный. Это миниатюра. Очень классный. Не пересушивает кожу головы. Он, конечно, не бюджетный. Но при этом он волосам не делает пагубных никаких реакций. Потому что сухие шампуни очень часто высушивают кожу головы. Отчего она становится чувствительнее. Мне сыворотки от бренда Hello Beauty у меня была городская защитная и уплотняющая. Честно, не знаю, то ли из-за того, что у меня были миниатюрки, то ли из-за того, что они действительно на моей коже не делают разницы. Я разницу не заметила. Они хорошо увлажняют. Они просто нормально работают. Но я не поняла, какая между ними разница абсолютно. Бренд Ульяш. И это средство, которое я обновляю каждую зиму. Cold Creme. Замечательная вещь. Это крем, который нужно наносить на все открытые части ручки, лицо вашего малыша и вас, когда вы гуляете на морозе, чтобы не было морозовой аллергии. Защищает кожу, не вызывает сухость, покраснение. Ничего не вызывает. Классное средство. Нужно смывать вечером. Желательно лучше хорошенько смывать, потому что она такая жирненькая. Обожаю мои штуки. Покупаю на iHerb от EcoTools. Такие спонжи, которыми я смываю все плотные маски. Глиняные. Вот все такие. Я очень хорошо намачиваю эту штучку. Прикладываю к лицу. Жду, пока маска размокнет. И снимаю, дополнительно еще оказывая эффект отшелушивания. Также от бренда Ульяш. Несменный мой фаворит. Это моющее средство для ребенка. В кремовой такой текстуре. Очень классно. Мне сушит кожу. Замечательно. Я мою им всего любика с ног до головы. Обновляю регулярно. Очень мне нравится. И я считаю, что Ульяш, если у вас нет никаких специфических проблем, вот эта обычная синяя серия, просто замечательная для малыша. Еще у них есть серия Ксимоз для атыпической кожи. Если у вас проблемная кожа, обратите внимание на вот такое средство от Вилета. Это очищающий гель для умывания. Он тоже в такой желейной форме. Офигительно пахнет какими-то... Какими-то... Типа чай с эвкалиптом. В общем, что-то такое нереальное. Здесь просто все на немецком. Я хоть и учила немецкий, но это было давно, я уже ничего не помню. Короче, классное средство. Хорошо борется с воспалениями. Я все лето им пользовалась. Аж с лета не могу вам показать пустой бар. Очищающий бальзам от Элэмис мне понравился. У него был офигенно классный такой тоже аромат терапевтический, я это называю. Клево очень смывал макияж. Один минус, его нельзя наносить на глаза. А поскольку я люблю, если уже использую бальзам для снятия макияжа или гидрофильные масла, такие, чтобы можно было наносить от и до. Поэтому, наверное, вряд ли я буду за ним сильно гоняться, потому что отдельно смывать глаза, отдельно лицо. Ну, как бы... Еще средство от Элэмис. Гидробалансдейкрем. Совсем мне не понравился. Он не высушивал кожу. Я вообще не понимаю, как это происходило. Мне понравился вот этот вот папайя-энзим пил. Очень клевое средство. Действительно, хорошо очищает. Снимает благодаря энзимам папайи верхний, как бы, роговевший слой кожи. Очень нежно. Вообще не раздражает. Шикарный продукт. Если у вас чувствительная кожа, обратите внимание, он не содержит никаких вот таких скрабирующих частиц. Супер-супер нежно. Очень-очень мягко отшелушивает. А вот Gentle Rose Exfoliator абсолютно бесполезное средство. Такое, как желеха. Внутри есть очень мало скрабирующих частиц. Настолько мало, что ты вообще не понимаешь, как бы, о чем, собственно, происходит. Что ты там по лицу возюкаешь. Бесполезная вещь лично для меня. Крем, который меня покорил, это Pro Collagen Marine Cream Ultra Rich. Очень шикарный, несмотря на свою сначала жирную текстуру. Я даже подружке своей, которая подарила такой крем, я говорю, что ты как бы подожди, он тебе понравится. Потому что вначале тоже я такая, а потом он как-то так преображается. Лицо становится таким классным, напитанным, увлажненным. И ты понимаешь, что вот эта излишняя жирность, такая какая-то густота, она необходима этому средству, чтобы давать вот этот офигенный эффект. Действительно, если у вас сухая кожа, обратите внимание. Также из средств, которые мне понравились, но я больше, наверное, не повторю, если у меня случайно оно не окажется снова. Это бренд Оске, это очищающий гель, который вот тоже подействует, типа снимает макияж, но его нельзя наносить на глаза. То есть это, опять же, средство, тебе нужно сначала мицелляркой смыть тушь или там чем-нибудь еще, а потом смывать все с лица, ну как бы, блин. Не заморачивайся, ну то есть если бы я сама лично это средство покупала, я бы его не купила, просто потому что или я уже буду все смывать мицелляркой и молочком, а потом просто гелем для умывания, или я хочу сразу такое гидрофильное средство, которое бы сразу смывала и с глаз, и с лица. Мне понравилось вот это средство от Айзенберг, вообще это бренд, который меня радует тем, что, тем, что в нем что-то еще осталось, тем, что, во-первых, их средство можно наносить и на лицо, и на глаза, и это очень удобно, потому что тебе не нужно как бы реально 10 ванок. Ты платишь один раз много денег и используешь это средство и там, и сям, и по сути это как будто бы такая себе экономия. Они действительно хорошо работают, у них приятные ароматы, очень круто, что обычно почти все средства в помпах нет прямого доступа к кислороду, для меня это очень важно, потому что я такая, и я люблю, чтобы не было прямого доступа к кислороду. Две сыворотки совершенно одинаковые, мои любимые, я вам их много раз показывала, Кадали, отбеливающая сыворотка против пигментных пятен и для осветления всего лица, Вина Перфект, обожаю эту серию, очень люблю, у меня сейчас в ванной стоит полноразмерная такая сыворотка, и летом всегда под все свои уходы используйте сыворотки, чтобы не было пигментных пятен от солнышка, и у меня, собственно, их и нет. И сейчас я попробовала для себя ночной крем Рисфератроллифт, и мне кажется, что он реально подтягивает кожу, у него нереальный аромат, тоже какого-то чая, обожаемый мною крем для рук от Ивроше, олив, пятигрейн, обожаю этот аромат, просто великолепный. Ношу сумочки, супер шикарные, можно выдавить до самой последней капелюшечки. Очень мне понравилось, из маленьких масочек, вот эта очищающая маска от Ивроше, у меня есть еще такая увлажняющая, что-то для сияния, вот эта вот зелененькая, шикарная, и вы берете малышку, она долго у вас не хранится в ванной, то есть, ну, как бы вы израсходовали, взяли новенькую, если понравилось, если не понравилось, взяли другую. Классно реально работает. Самая моя любимая база под тени, NYX HD, я ей пользовалась очень долго, и понимаю, что ей уже просто пришел конец, нужно ее выбросить, срок годности вышел, но средства еще внутри есть. И, знаете, мне кажется, что срок годности еще в прошлом году вышел, не в 19-м, а в 18-м, если не раньше. Моя любимая летняя тушь, это Paradise Mascara Ecstatic, у нее был офигенный сиреневый оттенок, прям очень она мне нравилась, из-за того, что у нее был классный этот оттенок, его было видно только при солнышке ярком, но при этом глаза выглядели как-то так очаровательно. Самая моя любимая подводка Physicians Formula, у нее не фетровый кончик, а кончик в виде кисточки, это замечательный, я ее покупаю постоянно, у меня есть черное и коричневое, их всего есть черное и коричневое, и обе они есть у меня, я их очень люблю. Со времен снятия видео про косметику Крыгиной, я так ни разу, больше никогда не использовала эти два средства, скраб для губ и бальзам для губ, в мусорку, а мне кажется, что это самая провальная косметика, которую я пробовала. Самая моя любимая мицеллярная вода от Garnier, бюджетная, мне ничего не раздражает, я использую ее только летом, осенью и зимой я использую обычно кремовое средство, либо молочко, либо гидрофильное масло, вот, или могу смывать, вот если такие использую масла, как вот те, которые нельзя наносить на глаза, то смываю с глаз мицелляркой, а потом все остальное смываю с лица уже вот этим средством. Закрытие года, бренд Бабар, очень мне полюбились вот эти вот ампулы, именно Oxygen Plus, замечательные, я пробовала Active Night, по-моему, мне они не понравились, а вот эти Oxygen Plus, замечательные, обожаю. Маску они выпустили в этом году, у них есть и по каждому году, они выпускают какие-то элементированные штуки, Perfect Glow Mask, вообще вот эти маски абсолютно беспонтовые, стоят они немало, честно, не тратите деньги. У бренда Benton вышли новые ферментированные маски тканевые, мне понравился эффект, действительно есть такое подтягивание, напитывание, очень интересные маски, и если из бюджетных, таких легкодоступных в любом магазине, я взяла вот эту Невея, она, кстати, в ней не очень много средства, ну, то есть нанес, увлажнился и пошел. Если говорить про любимые средства для зубов, мои любимые зубные пасты, Биорепер, мне их посоветовал астоматолог, я прям обожаю, дедушки покупают ту, которая от парадонтоза, и он сказал, что реально работает, я ему на Новый год тоже припасла одну. И последнее средство, максимально отвратительная вещь, никому не советую, это осветляющие капли от бренда The Body Shop, у них есть еще затемняющие, написано, что типа они не портят и не меняют текстуру средства, нифига, они максимально ужасные, они делают очень густым этот ваш крем, неоднородным, каким-то... Короче, я совершенно не заценила, мега противная вещь, не рекомендую никому, выбрасываю, они тут почти полные, но, блин, они максимально бесполезные. Я их попробовала со всеми своими тональными кремами и поняла, что обезбожно портит все кремы, поэтому не рекомендую вообще нисколько. Это были все средства, которые я хотела вам сегодня показать. Фух, мне кажется, как будто бы я пробежала только что марафон, потому что мне очень тяжело дышать и спешила, чтобы успеть доразряженной камеры, которая вот уже разрядилась. Поэтому я желаю вам прекрасного дня, спасибо большое за просмотр этого видео, я надеюсь, оно было для вас полезным и интересным, если да, поддержите его пальчиком вверх, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok